Николай Викторович Стариков Сталин, вспоминая вместе Место предисловия Сталин – русский националист, говорят русские националисты Сталин – коммунист, говорят коммунисты Сталин – мразь и негодяй, говорят мрази и негодяи Неизвестный автор Сноска Я не смог найти фамилию автора этих строк Прошу его откликнуться, чтобы его имя заняло место рядом с его афоризмом Вероятно, в истории России нет более известного человека, чем Иосиф Виссарионович Сталин И одновременно нет другой персоны, о которой было бы сочинено столько лживых историй Нет политика, которому бы приписывали столько несказанных им слов и фраз Нет государственного деятеля, которого бы обвиняли в стольких несовершенных ими преступлениях Как разобраться в этой личности, в его успехах и ошибках, достижениях и поражениях? Рецепт 1. Читать и думать Эта книга не является биографией Сталина В ней собрана далеко не вся информация об этом человеке Для этого не хватит и десяти томов Да и цели такой не было Задача у книги, которую вы держите в руках, совсем другая Описать Сталина через воспоминания тех, кто знал его лично Поэтому эту книгу я писал не один Огромное количество простых людей прислали мне материалы Откликнулись на призыв вспомнить Сталина таким, каким он был Я признателен всем, и тем, чьи воспоминания вошли в книгу, и тем, чьи материалы по каким-либо причинам в нее не вошли Это наша общая книга Мы вместе вспоминаем, вместе думаем и анализируем Вместе узнаем что-то новое об Иосифе Виссарионовиче Сталине Начнем наш экскурс в историю с небольшой загадки Хочу предложить вашему вниманию фрагменты из выступления одного известного человека Прочитайте и попробуйте определить, кто это сказал, и в какой период времени он это сделал Вспомните положение дел в ведущих экономиках мира два с половиной года тому назад Рост промышленного производства и торговли почти во всех странах капитализма Рост производства сырья и продовольствия почти во всех аграрных странах Ореол вокруг США как страны самого полнокровного капитализма Победные песни о процветании Низкопоклонство перед долларом Словословие в честь новой техники, в честь технического прогресса Объявление эры оздоровления капитализма и несокрушимой прочности капиталистической стабилизации Так обстояло дело вчера Какова картина теперь? Теперь экономический кризис почти во всех промышленных странах мира Теперь сельскохозяйственный кризис во всех аграрных странах Вместо процветания – нищета масс и колоссальный рост безработицы Вместо подъема сельского хозяйства – разорение миллионных масс крестьянства Рушатся иллюзии насчет всемогущества капитализма вообще Всемогущества североамериканского капитализма в особенности Все слабее становятся победные песни в честь доллара и технического прогресса Все сильнее становятся пессимистические завывания насчет ошибок капитализма Такова картина теперь Я думаю, что нет необходимости особенно останавливаться на цифровых данных, демонстрирующих наличие кризиса О том, что кризис существует, теперь уже не спорят Теперь, когда мировой экономический кризис развертывает свое разрушительное действие Спуская к дну целые слои средних и мелких капиталистов Разоряя целые группы служащих и фермеров И обрекая на снижение уровня жизни Все спрашивают, где причина кризиса В чем его основа Как с ним бороться Как его уничтожить Измышляются самые разнообразные теории кризиса Предполагаются целые проекты смягчения, предупреждения, ликвидации кризиса Оппозиция кивает на правительство Которое, оказывается, не приняло всех мер для предупреждения кризиса Демократы обвиняют республиканцев Республиканцы-демократов А все вместе в федеральную резервную систему Которая не сумела обуздать кризис Нынешний кризис нельзя рассматривать как простое повторение старых кризисов Он происходит и развертывается в некоторых новых условиях Которые необходимо выявить, чтобы получить полную картину кризиса Он усложняется и углубляется целым рядом обстоятельств Без упоминания которых невозможно составить себе ясное представление О нынешнем экономическом кризисе Что за особые обстоятельства? Первое Кризис сильнее всего поразил главную страну капитализма Его цитадель США Сосредотачивающая в своих руках не менее половины всего Производства и потребления всех стран мира Второе Нынешний капитализм, в отличие от старого капитализма Является капитализмом монополистическим Не может быть никакого сомнения Что в связи с развивающимся кризисом Борьба за рынки сбыта, за сырье, за вывоз капитала Будет усиливаться с каждым месяцем С каждым днем Средства борьбы Таможенная политика Дешевый товар Дешевый кредит Перегруппировка сил и новые военно-политические союзы Рост вооружений и подготовка к новым войнам Наконец война Я говорил о кризисе, охватившем все отрасли производства Но есть одна отрасль, которая не захвачена кризисом Это отрасль военно-промышленность Она все время растет, несмотря на кризис Различные государства бешено вооружаются и перевооружаются Для чего? Конечно не для беседы, а для войны А война нужна, так как она и есть единственное средство для передела мира Для передела рынков сбыта Источников сырья, сфер приложения капитала Вполне понятно, что в этой обстановке так называемый пацифизм доживает последние дни ООН гниет заживо Проекты разоружения проваливаются в пропасть А конференции по сокращению вооружения превращаются в конференции по обновлению и расширению вооружений Это значит, что опасность войны будет нарастать ускоренным темпом Актуально? Весьма Как вчера сказано Кто сказал? Очень известный человек Вы только что познакомили с отрывком из политического отчета Центрального комитета 16-го съезда ВКПБ Его прочитал в Москве Иосиф Виссарионович Сталин 27 июня 1930 года 81 год уже прошел с тех пор, а в мире ничего не изменилось Сноска Чтобы не было заметно, что это текст 1930 года Я произвел в нем несколько замен Сохранив общий смысл Так сказать, чуть осовременил Вот список изменений, сделанных мной в тексте Иосифа Виссарионовича Сталина В капиталистических странах заменил на ведущие экономики мира САСШ, Североамериканские Соединенные Штаты, заменено на США Капиталистические рационализации заменено на технический прогресс Капитализм заменено на мир Рабочая аристократия заменено на служащих Обрекая на голод миллионные массы рабочих Заменено на обрекая на снижение уровня жизни Буржуазные оппозиции кивают на буржуазные правительства Заменено на оппозиции кивают на правительства Группа Гувера с ее Федеральной резервной системой заменено на Федеральную резервную систему К новым империалистическим войнам заменено к новым войнам Буржуазные государства заменено на различные государства Война нужна империалистам заменено война нужна Лига наций заменено на ООН Морских вооружений заменено на вооружений По обновлению и расширению морского флота Заменено по обновлению и расширению вооружений Продолжение следует...